Говорили, что заключают договор займа под залог жилья, а на самом деле это был документ купли-продажи. В Приволжском районном суде рассматривали дело о крупном мошенничестве. По версии следствия, подсудимые пять человек вперед с 2013 по 2016 годы обманным путем присвоили себе квартиры 20 граждан. Жилье тут же продавали, что становилось сюрпризом для пострадавших. Общепричиненный ущерб составил 48 миллионов рублей. Один из пострадавших рассказал Рамилю Шайдулину все детали обмана. Ленар Нурмухаметов один из потерпевших по данному делу. Рассказал, что в 2015 году взял в долг у ныне подсудимых около трех миллионов рублей. В залог оставил дом. В документы, видимо, особо не вчитывался. В итоге имущество потерпевшего продали и его даже не предупредили об этом. В его доме сейчас, говорит, живет какая-то женщина со взрослой дочерью. Он так и не знает, то ли они также стали жертвами этих мошенников, то ли были с ними в сговоре. На судебные разбирательства они были приглашены в качестве свидетелей. Однако явиться на него не захотели. В настоящее время судебное следствие продолжается. Допрошено потерпевшее. Свидетели на судебное заседание не явились. Дело отложено на 13 июля 2018 года. Всего в деле 20 пострадавших. Общий ущерб 48 миллионов рублей. Но подсудимые с этим не согласны и вины своей не признают. Рамим Шайдулин, Нафиса Минязова, Адель Малахметов. Вызов 112.